Это итоговый выпуск новостей Афонтова. Здравствуйте, студия Яна Басоса. Прямо сейчас мы расскажем о главных событиях этого дня. Не стесняясь в выражениях. Мы тебя бросим сейчас под нашим ракциям против Елена Ивановна. В интернет попала запись закрытой сессии Гурсовета, на которой депутаты просят ревкуца покинуть пост. Эхо аварий. Мы реально хотим на примере этих двух страшных трагедий попробовать немножко ревизировать законодательство. Следственный комитет предлагает ужесточить ответственность водителей-нарушителей. Покупай наше. Во многих торговых сетях присутствие красноярских продуктов вырос где-то с 10 до 30%. В Емельяново прошла выставка достижений наших сельских производителей. Чем кормить будут фермеры? Следственный комитет предлагает ужесточить ответственность недобросовестных автоперевозчиков. Поводом этому послужили две страшные аварии под Балахлоев в Козульском районе, где погибли 22 человека, еще 48 пострадали. Оба автобуса принадлежали компании «Автоколонна-1967». Следователи проверили этого перевозчика и выявили несколько грубых нарушений. Например, специалисты, отвечающие за допуск водителей на рейс, работают без аккредитации. А некоторая техническая документация сфальсифицирована. Дела о двух страшных авариях сейчас расследуются по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но наказание по этой статье слишком мягкое, и наши следователи предлагают внести в Уголовный кодекс новую статью с пуля жесткими санкциями. Эту инициативу уже поддержали в Следственном комитете России. Мы реально хотим, на примере этих двух страшных трагедий, попробовать немножко ревизировать законодательство, в частности, ужесточение ответственности автоперевозчиков путем введения специальной нормы в Уголовный кодекс, предусматривающей ответственность в уголовном порядке. Хотим все-таки инициировать вопросы отдельной персонифицированной ответственности разного рода недобросовестных водителей. А накануне в интернете появилось видео с закрытой сессией городских депутатов, на которой они уговаривали ревкуться покинуть пост. Этот ролик снял один из народных избранников. После его просмотра становится понятно, почему депутаты решили свергнуть спикера горсовета, в чем причина политической войны и кто за этим стоит. Кирилл Белык расскажет подробнее. Это строительные магнаты по совместительству депутат Владимир Егоров. Не стесняясь в выражениях просит спикера горсовета Валерия Ревкуца сложить полномочия. Журналистов в зале нет, выгнали перед началом заседания. К Егорову примыкает еще несколько народных избранников, но никто не может озвучить причины своих суждений. В чем возникла проблема? Я не знаю, почему за один год и десять месяцев изменилось ваше отношение к Валерию Александровичу. Я не могу понять. Он что, стал другим? Это никакой логике непогрежно просто. Что это желание отдельной группировки какой-то и абсолютно интриги внутри горсовета. Спикеру в лицо говорят, что он возомнил себя Богом, плохо работает. Некоторые берут планку выше. Говорят, что горсовет под председательством Ревкуца раскололся и не может работать грамотно. Какая еще нужна, какое желудочное определение для того, чтобы понять, что за эти два года Валерий Александрович нас развалил. Если мы оставим Валерий Александрович на этом посту, то вот тогда городской совет точно будет развалив, разделиться. И он будет не работоспособный. Коллеги, подумайте. Автор этого видео один из депутатов. В пояснении к ролику он указывает, что нынешний председатель не поддержал новый закон об отмене прямых выборов мэра. Вот в чем причина всех разногласий, уверены политологи. Они считают взбунтовавшиеся депутаты лишь марионетки. С их помощью, полагают эксперты власти, хотят свергнуть неугодного им человека. Против Ревкуца и полицовет Единой России, в их числе мэр и губернатор. Мы сейчас создаем прецедент на всю страну, потому что кому-то что-то захотелось. Мы создаем прецедент в лице, когда мы берем председателя миллионного города, просто не объясняя причин. Потому что никто из вас не назвал ни одной адекватной причиной, которая могла бы объяснить, почему мы его убираем. В данном случае идет действительно саботаж, саботаж органов власти. И мы все являемся здесь соучастниками этого. Ну давайте мы просто опомнимся, что мы делаем-то. Видеозапись закрытого заседания стала достоянием общественности не случайно. Обсуждение вопроса о перестановках в политических кругах хотят сделать максимально публичным. Перед новым витком войны в кабинетах власти, считают политологи. И главная мишень здесь не Ревкутс, а Акбулатов. Это будет означать, что вчера кийский большой скандал. У него нет этого скандала. Кроме нескольких людей, которые летят на место Куркалыша Акбулатова. И вообще можно требовать противник на воде. Эта история наверняка получит продолжение в сентябре, когда народные избранники выйдут с каникул и соберутся на первую в новом сезоне сессию, на которой, логично предположить, вновь будет поднят вопрос о смене руководящего состава городского совета депутатов. Кирилл Белыков, Фонтова новости. И сегодня свое отношение к этому конфликту прокомментировал губернатор края Виктор Толоконский. И он высказал свою позицию на этот счет. Против Ревкуса я отношусь с большим уважением к его прошлой работе. Давно его знаю. И в горсовете он работал, я думаю, вполне эффективно и профессионально. Но председатель городского совета это не совсем должность. Председатель городского совета должен всегда консолидировать. И вот в этом плане, наверное, что-то во внутренних отношениях было не совсем эффективно, раз речь дошла до решений фракции, до голосования. Арбитражный суд ввел процедуру внешнего управления в компании «Жилбудсервис». Это одна из семи компаний, принадлежащих «Жилфонду». Она обслуживает дома в Кировском районе города. Я напомню, в конце июня Красноярская теплотранспортная компания из-за гигантского долга почти в полтора миллиарда рублей подала в арбитражиски о банкротстве всех семи управляющих компаний «Жилфонда». Внешний управляющий должен будет до 14 декабря проанализировать финансовую ситуацию в «Жилбудсервисе» и по возможности восстановить его платежеспособность. В «Жилфонде» эту ситуацию никак не комментируют, но стоит отметить, что процедура внешнего управления не освобождает компанию от выполнения своих функций, то есть обслуживания домов. 3125 добрых дел сделали красноярцы за полтора года реализации проекта «Доброкарта». Проект продолжает развиваться и сегодня о существовании сайта «Доброкарта» узнают все больше горожан. Подробнее о том, как получить помощь и самому стать добровольцем, расскажет Ирина Денисенко. Посидели за чайком, поговорили очень хорошо. Так тепло, приятно было пообщаться. Появление в жизни Людмилы Бесовой волонтеров – глоток свежего воздуха. Причем в прямом и переносном смысле. Долгое время женщина-инвалид просидела в четырех стенах. Небо видела только в окне. Мечты о прогулках по острову Татышев стали реальностью после того, как оставила заявку на сайте «Доброкарта». Людмиле перезвонили, а чуть позже она познакомилась с первой девочкой-добровольцем, с которой вышла на прогулку. И вот мы совершали поездки, выбирались на набережную, ездили на остров Татышев. Это для меня такое впечатление огромное. Просто, не знаю, настоящий праздник, что я могла куда-то выбраться. Такое счастье, это такая необходимость для нас, потому что мы люди вот в такой ситуации. Анна Череченко доброволец со стажем. Девушки нет и 18-ти, а на ее счету уже немало добрых дел. На сайт «Доброкарта» она наткнулась случайно в социальных сетях и сразу решила, что хочет безвозмездно помогать. Даже привела сюда двух подруг. Мне очень нравится этим заниматься. Я получаю большое моральное удовольствие от того, что помогаю людям. Также принимаю участие в общественно-массовых мероприятиях. Для меня эта помощь не является какой-то сверхъестественной. слишком тяжелой, но людям, которым я помогаю, для этого очень важно. Проект «Доброкарта» работает уже полтора года. По сути, это специальный сайт. Для интернет-пользователей не составит труда на нем зарегистрироваться. А вот пожилым людям обещают помочь с регистрацией в социальной защите или в волонтерском центре «Доброе дело». У нас непосредственно налажена работа с социальной защитой города Красноярска, которые сообщают, которые находятся ближе к этим категориям населения нуждающимся. Которые сообщают нам о необходимой помощи. И в этом смысле мы оперативно тоже стараемся решать эти вопросы. С сегодняшнего дня о проекте «Доброкарта» можно узнать не только из социальных сетей, но и просто ожидая городской транспорт. Во всех районах города на остановках стали появляться специальные плакаты. Их цель, чтобы как можно больше красноярцев узнали о проекте и смогли в нем поучаствовать. Ирина Денисенко, Алексей Егоров, Афонтова, новости. И к другим темам. В Красноярске уничтожили первую партию санкционных продуктов. Под гусеницами бульдозера оказались полтонны сыра. Его сотрудники Россельхознадзора обнаружили при проверке одной из торговых сетей. Почти 400 килограммов оказались литовского производства, еще более 100 без маркировки. Согласно указу президента, сыр был изъят, вывезен на полигон и уничтожен. Ну а вместо импортного сыра на прилавках должен появиться наш, произведенный в крае. Некоторые образцы местной продукции продемонстрировали фермеры на сельскохозяйственной выставке в Емельяновском районе. Чем гордятся краевые фермеры и как на развитие бизнеса повлияли санкции продуктового эмбарго, расскажем в сюжете далее. Представление начинается, народ собирается! Похвастаться своими успехами на сельскохозяйственном празднике приехали и работники культуры. Площадка Каннских мастеров, наверное, самая красивая среди всех. Русское народное творчество сейчас популярно как никогда. Детские игрушки, развивающие моторику, расходятся, как горячие пирожки. Мои игрушки разъехались по всему миру. И в Америке, и в Германии, и в Израиле, и в Франции. В 2013 году полюбили моих коней. Вот именно вот такой формы. Красных, цветных. В прошлом году полюбили моих котов. Но нынче я еще не придумала. В двух шагах от милых поделок стоит новейшая техника зарубежных и отечественных производителей. Именно на таких машинах будут достигаться поставленные цели. Повышение урожайности с каждого гектара и улучшение качества продукции. И это в условиях кризиса. Во многих торговых сетях присутствие красноярских продуктов вырос где-то с 10 до 30%. Губернатор ставит задачу до 50%. Масса переработки. Мы надеемся, что грантовая поддержка начинающих фермеров, маленькая переработка, она даст тот импульс, который позволит еще более насытить рынок действительно очень качественными продуктами питания местных производителей. Введенные Россией санкции на ввоз зарубежных продуктов подталкивают фермеров активнее развиваться. Конкуренции становится меньше, а значит проще найти покупателя. Улучшаются и методы производства, чтобы собрать максимальный урожай. В нашей экономической ситуации, которая происходит сегодня в стране, у народа повышается спрос на хороших таких породных животных. Если там коза во дворе, то пусть она уже 5 литров молока дает, а не полтора, как обычно. Сейчас, как и несколько лет назад, власть делает ставку на животноводство. На эту отрасль приходится значительная часть кредитов, грантов и другой финансовой поддержки. Но сейчас появилось еще одно направление – овощеводство. Оно будет активно финансироваться. Фермеры по всему краю, кто займется овощами, может рассчитывать на помощь со стороны государства. Димит Лабушев, Алексей Егоров, Афонтова, новости. Владимир Якунин покидает пост президента российских железных дорог. Об этом сообщили федеральные СМИ. Он станет первым руководителем государственной компании, которая уходит по собственному желанию. Также сегодня появилась информация о том, что Якунин выдвинут кандидатом в Совет Федерации от Калининградской области. Добавлю, что слухи о его уходе из РЖД появились несколько месяцев назад. Имя преемника Якунина назовут в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Диагностика 3 в 1. Прием уролога, УЗИ-почек и щитовидной железы всего за 1100. Медицинский центр «Лотос» на Краснодарской 2А, 206-77-44. Родная мебель. Все от кухонного гарнитура до мягкого дивана. Интерьер всей квартиры до 20 тысяч. Офисная и мебель для организаций на заказ. Собственное производство, низкие цены. Телефон 292-97-50. Сибирский центр детской одежды приглашает девчонок и мальчишек, а также их родителей за модной и стильной школьной формой. А для всех первоклассников весь август действует скидка 5%. Вас ждут огромный выбор и приемлемые цены. Сибирский центр детской одежды на семафорной 289. Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13, строение 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. Это Афонтова новости. Мы продолжаем выпуск. Предвыборная агитационная кампания официально стартовала. Уже 13 сентября по краю изберут больше 4,5 тысяч депутатов, а также 109 глав сельских поселений. До 12 сентября все кандидаты могут вести пропаганду на телевидении, радио и печатных изданиях. За сутки до голосования объявляется День тишины. Вся агитация прекращается. Общей сложности в крае пройдет 582 выборных кампаний. По России их будет больше 10 тысяч. В этом году жители края ждет новшества. Глав городов и районов почти везде будут выбирать на конкурсной основе. Депутатов, как и прежде, будут выбирать голосование. Больше половины погорельцев из поселка Шира подписали акты приема сдачи недостроенных домов. В документах написано, что людям были выданы ключи от входных дверей. Но этих самых дверей нет и в помине, говорят жители поселка. К нам в редакцию телезрители отправили несколько видеофайлов, из которых следует, что выполнить указ Путина строители не смогут. Тема продолжит мой коллега Димит Лабушев. Я так понимаю, что вы та инициативная группа, которая, так сказать, входит и наблюдает. Так вот я вам могу сказать одно. Ваша инициативная группа равна нулю. Вот с таким отношением сталкиваются погорельцы, которые борются за свои права. Человек в кадре, по словам автора видео, один из подрядчиков. В заваленных сроках он обвиняет всех, кроме строителей. Говорит, что погорельцам не за домами следить надо, а написать коллективное письмо, чтобы сроки для строителей изменили. Мол, не справляются со всем, да и в принципе, говорит, задача была невыполнимой. Мы даем гарантийное письмо с обязательством до первой сети. Не вытал. А вот то самое гарантийное письмо, которое получается, ничего не значит. Причем подрядчиков на объектах много, все они разные. А вот письма одинаковые, как под копирку. Выдают их только после подписания акта приема передачи жилого дома. Этот документ имеет серьезную силу. Пришел напрямую из Министерства строительства. Подрядчики говорят, что подписание акта – вынужденная мера, которая позволит избежать бюрократических проблем. Передается не жилье, это во-первых. Передаются, скажем так, объекты, не завершенные строительством. И передаются на ответственное хранение. Почему они это делают именно погорельцам? Потому что строительство производилось на их земельных участках. То есть имущество вот это недостроено. Мы их не передаем, собственно, недостроим. Мы их передаем погорельцам на ответственное хранение. Недостроенное жилье, которое, по словам юристов, передается на хранение на бумаге, выглядит вполне достроенным. Вот цитата. Подрядчик передал, а гражданин принял ключи от входной двери в жилой дом. Жилой дом полностью отвечает требованиям, предъявленным к жилым помещениям для проживания граждан. Претензий по качеству переданного жилого дома у гражданина к подрядчику не имеется. Конец цитаты. 80% строящихся домов состоят из-за одних буквально стен. То есть четыре стены, а многие дома не имеют ни дверей, ни окон, ни крыш. И все же, минуя даже эти обстоятельства, людей в любом случае заставляет подписать данный акт приемной передачи. Администрация поселка в курсе дел, однако позицию занимает нейтральную. Мол, все разбирательства – это личные отношения подрядчика и жителей. Никто не подсказывает пожилым погорельцам, как лучше в такой ситуации поступить. По словам администрации, акта приема подписала уже больше половины жителей Шира. В некоторых случаях дома действительно могут успеть сдать до 1 сентября. Ведь готовы они на 70%, а то и выше. Однако жители говорят, таких немного. Ровно две недели осталось до того момента, когда все дома должны быть сданы. Работу лично будет принимать Владимир Путин или его администрация. Будут ли строители отчитываться перед президентом на бумаге или по факту уже почти ясно. Кстати, возможен вариант, что президент посетит поселок Устьбюр. Он был там уже месяц назад и уже тогда там был достроен первый дом, а строительство всех остальных шло согласно графику. Остается только надеяться, что президент со своего вертолета сможет разглядеть не только то, что ему захотят показать, но и, возможно, то, что попытается скрыть. Димит Лавушев, Дмитрий Кудько, Афонтова. Новости. Сибирские спасатели не справились с поручением главы МЧС России Владимира Пучкова. Напомню, руководитель министерства приезжал с рабочим визитом в Красноярск в пятницу. Пучков дал своим коллегам двое суток на то, чтобы полностью ликвидировать лесные пожары на территории Сибири, Хакасии и Забайкалья. По данным департамента лесного хозяйства по СФО, леса в нашем округе продолжают гореть. Действует 68 пожаров на площади 132 тысячи гектаров. Спасатели не сидят на месте. Например, за прошедшие сутки потушено 13 пожаров. Накануне министр МЧС признал, что в отдельных районах Сибири экстренную ситуацию, цитирую, прошляпили. Конец цитаты. Стоит добавить, что в Красноярском крае лесных пожаров нет. Красноярец смог спастись от медведя на высоком дереве. Турист встретил лесного хищника на границе заповедника Столбы в районе Каштака. ЧП произошло в эти выходные. Красноярец позвонил сотрудникам Столбов и сообщил о нападении медведя. Спасатели оперативно отправились на место и сняли испуганного туриста с дерева. В связи с произошедшим, горожанам в очередной раз напоминают об осторожности на отдыхе, а также просят ходить только по туристическим маршрутам. В этом году медведи особенно активны и подошли близко к черте горда и льзах хорошего урожая черемухи в окрестностях. Цены на бензин бьют очередной рекорд, зато мелких аварий становится меньше. Подробное расскажем в коротком обзоре новостей. Проезд налево запрещен. Мэрия закрывает повороты на шести дорожных перекрестках в центральном районе. С улицы Достоевского, Перенсона, Перелка Сокольского на Брянскую. С улицы Караульная на Любы, Жевцовой и Перелок Средний. Ограничения должны повысить безопасность движения и увеличить пропускную способность участков дорог. Полицейский автомобиль попал в ДТП на перекрестке Перенсона и Качинской. По предварительной информации, водитель Хонды, выезжая с переулка Короткого на улицу Перенсона, проигнорировал требования запрещающего знака и врезался в машину вне ведомственной охраны. Никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД стали в два раза реже выезжать на мелкие аварии. В июле прошлого года в городе было оформлено более 4,5 тысяч ДТП. А в июле 2015-го их количество снизилось до 2 тысяч. Это связывается со вступившими в силу изменениями в ПДД. Водители обязаны сами оформлять аварию, не дожидаясь приезда полиции. Матерей зовут в интернет. Чиновники решили пересмотреть воспитательную систему работы с родителями, потому что собрания в школах устарели. Один из новых способов, предлагаемых властями, активнее завлекать учителей, психологов и мам в социальные сети. Там можно найти множество советов, как воспитывать детей и как найти подход к ребенку. В Красноярский край перевезли ядерные отходы с южно-украинской АЭС. Такая информация опубликована на сайте Железногорского ГХК. Очередной шалон с отрабатывшими тепловыделяющими сборками российского производства уже проехал через Красноярск и был успешно разгружен в закрытом городе. Сейчас готовятся еще два рейса с грузом из других украинских АЭС. Все работы, как сообщают атомщики, проводятся в рамках межправительственного соглашения в соответствии с долгосрочными контрактами. Краснояр чемпион. Финальный трофей Кубка России по регби в этом году достался команде из Красноярска. В решающем матче наши со счетом 45-5 победили московский клуб «Слава ЦСП». В первые минуты игры красноярцам пришлось отбивать ожесточенные атаки москвичей. Но, несмотря на это, счет открыли именно наши регбисты. Сопернику так и не удалось отыграться. Добавлю, чтобы поболеть за Красный Яр, пришли также глава города Эдхам Акбулатов и спикер Законодательного собрания Александр Ус. Напомню, в прошлом году престижный трофей также завоевала красноярская команда, но уже и не сестая. На этом наш выпуск завершен. Свои новости можете сообщать по телефону 285-14-14. Я с вами прощаюсь и желаю вам хороших новостей. Партнер проекта – Сибирский центр детской одежды на Симафорной 289. Школьная форма по доступным ценам. Каждому родителю интересно, в чем будет успешен его ребенок в будущем. Сегодня разобраться в этих вопросах помогут новейшие технологии. Героям школьного проекта Ярославе и Яну Снурниковым мы предложили пройти биометрический тест по отпечаткам пальцев. Инновационный метод, разработанный командой новосибирских ученых, основан на науке дерматоглифики и позволяет узнать биологически заложенные способности детей и взрослых. При помощи сканера Яну и Ярославе определили типы узоров на 10 пальцах обеих рук. Затем данные обработала специальная программа и выдала индивидуальный отчет. Уникальные папиллярные узоры на теле человека закладываются еще во внутриутробный период, когда формируется нервная система и не меняются в течение жизни. Поэтому биометрическое тестирование может пригодиться в любом возрасте. Сертифицированный метод абсолютно безопасен, так как не сохраняет изображение отпечатков пальцев и не дает идентификации личности. По результатам теста ребятам рассказали, каким видом образования и творчества они предрасположены, какие у них физические показатели для выбора спортивных секций и дали рекомендации по здоровью. Я постараюсь как бы учесть некоторые моменты, потому что некоторые вещи для меня были как новыми. То есть я считала иначе, что дети должны делать. Тест не ограничивает, а определяет возможности, что особенно полезно школьникам для гармоничного развития, а выпускникам может помочь в выборе профессии. Не говорим, плохой ты или хороший. Мы просто подсказываем, какой ты от природы, что в тебе ярко выражено, что ты можешь использовать, заложенного в тебе природным твоим талантом, и раскрыть его на всех стоп. Где ребёнок может применить свои способности и в каких направлениях дополнительного образования, расскажем в следующей серии проектов «Школу пора». Биометрическое тестирование «Генетик-тест» для детей и взрослых в стране профессии для детей «Дримленд» в торговом комплексе «Изумрудный город». Предварительная запись по телефону 287-66-77. Также проводится групповое тестирование в школах. Раскрой свои таланты. Завтра осиноптики обещают красноярцам солнечную погоду без осадков. Днём воздух прогреется до 26 градусов. Ночью похолодает до 12, ветер слабый 2 метра в секунду. Второй «Мамс-базар» будет! Целых три дня! Удачных покупок и семейного отдыха! Шопимся, учимся, развлекаемся! 20, 21 и 22 августа в МВДЦ «Сибирь». Информационный партнёр – телеканал «Афонтово». Фестиваль личного и профессионального развития «Шаг вперёд. Коммуникация». Ищешь путь? Жаждешь перемен? Приходи! Развитие в бизнесе и карьере, построение отношений, умение договориться на своих условиях, новые впечатления, живые эмоции, интересные люди – всё это фестиваль «Шаг вперёд». С 26 по 30 августа. Загородный клуб «Бузим». Подробности по телефону 293-3177. Сайт шаг24.рф. Генеральный ТВ-партнёр «Афонтово». Дорожное радио. Дорожное радио. Всё лето вместе. Когда происходит необъяснимое. Аварийный протокол 7206. Выживая небесного капитана. Небесный капитан приём. Небесный капитан на связи. Скоро будет. Не кажется, что мир обречён. А что ты меня втянул, наверное, Джозеф? Не может, вообще бы ты не справился. Им предстоит отправиться на край Вселенной, чтобы спасти человечество. Можем мы хоть раз умереть без идиотских споров. Что же это за импровизация такая? Импровизация – это полёт вашей души. В нос. Так что же вы играете по нотам? Как написано, так и играю. Но, между прочим, музыканты. Все вы музыканты. Любимые актёры в фильме «Мы из джаза». В субботу в 10.30 на Афонтово. Вот он я. Некогда пятнадцатая в мире ракетка. А, одиннадцатая. Попадёшь? Я с тобой пустую. Что я про тебя часто говорил? Я точно бы продул. Но увидел тебя. Это тактика. Продует – обогащусь. Выиграть – денег даст. Эй, надо только... Не продуть. Да? Так что выиграй. Не самая точная подача. «Уимблдон». Субботу в 19.30 на Афонтово. Прошу тебя, Господи, пусть всё скорее кончится. Афонтово. Новости. 285-14-14. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова